Построение, инструктаж, получение карты с заданиями и, что называется, в бой. Думать об усталости при таком спортивном азарте некогда. За победу сражаются сразу шесть школьных команд поселка Лунёво. Это самые подготовленные ученики 9-х, 10-х и 11-х классов. Очень интересно. Прошли гранаты кидания. Ну, правда, не зачли за то, что мы докинули чуть-чуть. А так, в принципе, интересно. Мероприятие прикольное. Какое место сегодня претендуете? На первое. А чтобы завоевать заветное первое место, необходимо быстрее и слаженнее остальных пройти серию испытаний. Организаторы подготовили шесть этапов. Как можно дальше метнуть гранату. Пройти полосу препятствий. Аккуратнее, 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 аккуратнее. Расшифровать вопрос и дать на него правильный ответ. Может, просто ответ написать? Да, да, точно. А еще ориентирование на местности по компасу, оказание первой медицинской помощи и, конечно же, сборка и разборка автомата. И все это на время. На старт. Внимание. Марш! Мужчина должен быть мужчиной. Он должен защитить свой дом, свою семью, свою родину. А для этого нужно быть сильным, поддерживать свое здоровье, владеть элементарными видами оружия, быть готовым всегда защитить. Самая популярная и массовая игра советских школьников 20 века – «Зорница». Без нее невозможно было представить ни одно пионерское лето. Первая игра прошла 23 февраля 1964 года. Военно-спортивная игра «Зорница» завоевала широкую популярность у школьников. В современной истории России на какое-то время про «Зорницу» забыли, но сегодня она снова популярна и актуальна. Когда мы позвали ребят принимать участие, то есть желающих было очень много. Но так как ограниченное количество мест, да, выпирали, естественно, самых лучших. Пока организаторы только подсчитывают результаты у участников, пожалуй, самая ожидаемая часть соревнований – полевая кухня. Ароматная гречка с мясом и свежий чай уходят в считанные минуты. Жаль, не идет в зачет, шутят участники. Силы потратили очень быстро, а гречка восстанавливает. Вкусно очень, мне нравится. Первое место заняли 11-классники в оранжевом, второе – у их сверстников в белом и третье – у девятого класса в бирюзовой форме. А вот проигравших здесь нет, ведь главный результат – командный дух, сплоченность и вера в победу. Маленькую и большую. Олег Цюрин, Вильверд Димковский. Новости. Химки ТВ. Новости.